Казахстанцев ждет короткая рабочая неделя. 25 октября день республики и официальный выходной. По такому случаю Кематы на местах обещают праздничные мероприятия, которые потом еще долго будут обсуждать. Впрочем, в Актубе и Караганде горожан удивляли уже сегодня. Наши корреспонденты расскажут все подробности. Жителям Актубе в честь Дня республики хотят подарить скидки в крупных супермаркетах города. Правда, на какой именно товар и на сколько будет удешевление в Акемате пока уточнить не могут. Обещают лишь, что потребитель останется доволен. А еще к праздничной дате в регионе сдадут в эксплуатацию два новых дома. Один в селе Никельта у Храмтауского района для восьми семей. Второй в жилом массиве Есет-Батыра в самом областном центре. Это девятиэтажный дом, построенный по госпрограмме. Здесь 265 квартир, общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Ко дню республики ключи вручат первым 15 льготникам. В городе Актубе это пятисекционный жилой дом. Это люди, которые состоят в очереди на жилье много лет. Это все социально защищаемые категории граждан. Многдетные матери, инвалиды и другие категории. Подарок получат и жители ряда сел, которым наконец подадут газ. Раз, к примеру, в ауле Мугалжар сразу 340 человек теперь перестанут топить печи и впервые начнут использовать голубое топливо в быту. А в Каргалинском районе аккурат ко дню республики завершают реконструкцию тепловых сетей на нескольких улицах. В отдаленном Иргийском районе после капитального ремонта вновь откроется яслий сад, чему местные особенно рады. Запланирована также сдача спортивных объектов. С 21-го числа областной музей бесплатно примет наших горожан, нашу молодежь. Будет проводиться ночь музея к дню республики. Также у нас 23-го числа будет проведена сессия ассамблеи Казахстана в преддверии дня республики. В общей сложности на предстоящий праздник в регионе запланировано порядка 300 различных мероприятий. Непоследственно 25-го октября в парке президента состоится торжественное поднятие государственного флага. Бесплатных угощений, к примеру, горячих баурсаков в планы чиновников не входят, хотя иногда они такое практикуют, но уверяют, что старались сделать праздник максимально увлекательным и веселым. Все мероприятия, разумеется, будут разбавлены концертами. Звезды, правда, только местного масштаба. Какие подарки ждут карагандинцев, знает Айгирим Бухтаева. Кто празднику рад, тот радуется ему заранее. Так решили в Караганде и начали отмечать День республики уже сегодня. В школах и госучреждениях запустили акцию. Ученики, педагоги и чиновники почти неделю будут ходить в национальной одежде. Считается, что это поднимет патриотический дух. Запомнить надолго 25 октября решили и в полиции. Там на День республики запланировали присягу для новобранцев. Сегодня как раз репетиция. Айем Шаловой 21 год. Она решила работать в следственном управлении. Мечтает однажды арестовать всех мошенников и подружить народ с полицией. Между народом и полицией должны быть доверительные отношения. То есть больше уважения к работе полицейских. Чтобы народ помогал, поддерживал работу полицейских. В частности, следователи тоже. Праздничная атмосфера уже царит в школах и госучреждениях. Чиновники сменили привычный офисный стиль на национальный. Украшают ко дню республики и центральный парк. Там сегодня высадили сразу 32 ели. Цена одной – 40 тысяч тенге. Поэтому за тем, как все примется, теперь следит едва ли не весь Акимат. Эти ели нужно сажать осенью. Они любят тень, поэтому мы специально подобрали это место. Лунки тоже приготовили заранее. Все нужно делать очень аккуратно. Эти деревья прихотливые и недешевые. Но это лучшее вложение в будущее. Экология – это здоровье. Это климат и качество жизни. В этом году карагандинцам повезло с погодой в праздничные дни. Для центрального региона сейчас непривычно тепло. Днем целых 16 градусов выше нуля. Власти по такому случаю пообещали сделать еще один подарок. До 25 октября провести во всех районах города субботники. Наши репортеры рассказали, как страна готовится праздновать День Республики.